Приходит 2019 год, осень 2018, прошу прощения. Нет, 2019 только начался, да? Ага, это поздняя весна 2018 года. Я тогда каждый день ездил в Абакан из-за беды большой. И что я вижу? Ну-ка, смотрите. Это один художник, смотрите сюда. Или разные художники так умеют рисовать. А что она мне сказала? Вот эта вот дама. Это Минусинский плодопитомник. Есть там опытное поле. А что говорил директор плодопитомника в своем интервью, там где-то когда-то сам, то ли читал, то ли слышал. Под маркой нашего продают азиаты. А ихние, вот там я сделал фильм в магазине, помните, там действительно ихние. А нет, там были эти, якобы Алтайские. Короче, поезд закончился, все ясно. Увидите вот такие, вот, посылайте мне фотографии. Вот это, я так понимаю, уже с мафией развернутая, не просто случайное совпадение. Это все рука одного художника. Поняли, да? Так, теперь идем дальше. Мы подходим ближе, начинаем подбираться к Белоруссии. Я же думаете, зря с Калининграда начал. Видели, какие эти груши? Это наши люди. Так, теперь, когда я набрал персики селекции, высветился здоровенный экран, тут их много-много. Я обнаружил персик-сибиряк. Что же это такое, подумал я? Что же это такое, подумал я? Вот он, крупный план. Вот. Вы мне поверите, что эта фотография взята с моего сайта или нет? Или не поверите? А? Ну, допустим, не поверили, тогда, ну, что я могу сделать. Значит, это их. Вот. Ну, я тут, конечно, промашку сделал. Я сделал промашку. Я когда набрал крупную, посмотрел, где он растет, оказывается, все-таки Белгород. Но заметьте, мы Белоруссию уже окружаем. То есть, уже с одной стороны Калининград, другой Белгород. Знаете, где Белгород? Оттуда пешком ходили в Харьков. Это уже Украина, а рядом с Украиной чуть-чуть туда идете, вверх-вниз повернули. Вот. На лошади еще быстрее. И вы в это, Белоруссии. Вот. Ну, вы поняли. Значит, широко шагает интернет в плане присваивания фотографий. Ну, это так. Поняли. Это я, как бы, приближаюсь. Вот. Смотрим теперь сюда. Итак, 3 марта в Нижегородской области, в городе Городец, в поселок Тимирязево, была вот такая картина. Сегодня у нас 9. Ну, вы поняли, он и сейчас там такая же. Если вы думаете, там ручей, бегут за ручей, журчат ручей, то вы ошибаетесь. Вот. Вот такая картина. А для меня это Нижегородская область. Это что? Ну, это, согласитесь, юг по сравнению с Сибирью. Ладно, уже ближе. Вот еще один момент. Ладно. Теперь смотрите. Я беру Белоруссию. А, нет. Я вначале возьму. Кстати, есть люди такие, которые мне могут фору дать. Вот. Вот, например, погода в Саиногорске. Вы сейчас будете шокированы. Такое впечатление, что все. Вот это нормальная весна для юга России. Заметили, там снег лежит, а у нас уже третью неделю. Вот так прям даже можно не проверять. То есть туда, влево, что было. Вот такая погода. То есть у нас уже как бы весна. Ночью минус, днем плюс. А здесь что творится? А здесь творится так. Я набрал Белоруссию, погода и читаю. Туман, гололед, Белоруссия. Температура воздуха первые дни марта. Заметьте, мы говорим про все про марта. Да? Вот. Итак, от нуля минус пяти днем до четырех одиннадцати, до тринадцати ночью. То есть в Белоруссии холоднее, чем у нас. А об этом не знают, они же в кабинетах сидят. Вот это вот я получил официальный ответ. Министерство сельского господарства. Ух ты, я думал, у них все-таки это, они все-таки белорусский язык отличаются. Я по-украински шпарю. И харчевание. Ух ты, слово-то какое. Республики Беларусь. Все-таки я думал, у них русский этот. Ладно, не важно. Вот. И вот они мне пишут. Вот. Дело в чем. Я дальше, знаете, следующий анонс. Это может быть отдельно. Сейчас я на вас потренируюсь немножко. Но это в плане, где вы везде живете. Ведь согласитесь, друзья, что Суторина с Калининграда, там это с Калининграда, с Украины. Украинцы тоже несколько сайтов мои фотографии присмотрели. Там тоже абрикосов нет. Вот. Далее, значит, Юг России тоже нет. И приехали. Я говорю для вас. Это очень важно. Вот. Я кончу Александру Григорьевичу Лукашенко, а я ему отправил подарок. Всю технологию плюс книгу и так далее. Ну, естественно, он и сейчас обо мне не знает. Это понятно. Если бы я был бы белорусом, он тоже бы не знал бы, потому что все равно бы не признали. Почему? Потому что не только что я в Сибирях. Видите как? Меня подчеркнули, что я садовод-любитель. Я могу читать в академиях уже эти лекции, но все равно меня буду всю жизнь садоводом-любителем. Ну, это как, знаете, маленькая собака и в старости щенок. Есть такая поговорка. Это про меня. Многолетнее наблюдение за садом. Почему наблюдение? Я же выращивал, а не наблюдал. Вот. Ну, пускай, ладно. Мне интересно, что они, оказывается, чего-то прочли там. Вряд ли всю книгу читали. Вот. Естественно, они отчитываются, что у них большое внимание. То, что у них нихрена нет. Я первый вопрос, я как бы на вас тренируюсь. Я все-таки не могу успокоиться, пять минут потеряю. Я к Лукашенко обращаюсь. Когда-то, пусть нас немного, там, хорошо, сегодня 200 человек меня слушает. Вот. Потом немножко распространиться. Ну, кто-то, где-то, когда-то, Беларусь все-таки это. Там пришло и управление. Можете дойти. Я видел, как Лукашенко там ходил по этим самым покладовкам. Там каждый заглядывал, говорил, что тут станок стоит, который Петр Первый завез из Англии. Вот. Ржавый. Ну, и так далее. То есть, все-таки шанс маленький есть. Это до Путина не дойдет уже никогда, ясно. Там система Ниппеля отработана до этого самого, до совершенства. Вот. Кому-то невыгодно, чтобы у нас были свои фрукты. А в Беларуси есть шанс. Вот. А дело в том, что я хочу, чтобы как-то до него дошло что. Вот, допустим, где-то, когда-то кто-то ему, вот, как тезисы. Ага. Возьмите Александр Григорьевич и своей вот этой, это же все-таки не шутка, это вам замминистра сельского хозяйства. Вы, пожалуйста, замминистра сельского хозяйства дайте задание. Сколько выращивают плодов, причем без вранья, в Беларуси, а сколько заводится со стороны. Раз. Сколько саженцев выращивают со своих, а сколько со стороны. Вот. И тогда станет ясно, что ни о каком этом импотозамещении речи не идет. Вот. И вот что интересно. Сейчас самое, это как бы признание мое. Они меня прочитали. Вот. Академия наук читать не стала России. Минсельхоз читать не стал. Послали. А вот, это ваше личное дело. А вот здесь интересно, смотрите. Мы сейчас только говорили, я специально, чтобы вас настроить, рассказал про этих фей, которые учат убивать деревья, да? Вот. И еще ниже будет кое-что. И вот, чтобы вы поняли меня, побывали на моем месте и поняли. Вот оно признание. Прочитали книгу. Например, это не мне. Категоричность по отношению к обрезке плодовых деревьев для создания искусственных форм кроны, по вашему мнению, это настоящая дикость, варварство, садизм и бессмыслица. В то время, как мировая практика показывает, что грамотная обрезка плодовых деревьев в комплексе с другими ТТТ, вот, позволяет достичь высокого уровня. Вот. Тут бы, с вас бы, Лукашенко бы спросил. Вот. Потому что все это херня, сказки. Мировая практика, это когда из-за того, что там, на юге, ходят от мини-юбки наши бабы, извините, я уже так грубо, сегодня, 8 марта было вчера, я уже перехожу на нормальный мужской разговор, который тоже одели мини-юбки, которые в результате получают эти самые женские болезни, потому что, ну, нельзя, это самое, не ходить в мини-юбках по морозу, ну, нельзя, да, в Капроне. То же самое касается деревьев. Какая, к черту, эти деревья, то же, что под мини-юбку, деревья, это же самые, как он называется, это же сам. Вот. Ну, разве можно? Нам-то его прятать надо в валенке, в женщинам, видите, ну, я уж так утрирую, но деревья-то надо прятать под снег, нижней скелетной ветки под снег. Какая грамотная обрезка! Я вам сейчас покажу вашу грамотную обрезку. Вот. И что интересно, материалы книги «Северный сад» будут полезны, найдут свои читатели в лице садоводов-любителей Беларуси. Вот. А материалы в библиотеку, то есть вот раз в библиотеку, и все забыли. Вы представляете, кто-то ходит в библиотеку президента, и если их ходят, три человека в год прочтут. Вы же сами написали, найдут своих в лице садоводов. А книгу кто печатать будет, а? Вы собираетесь все напечатать, чтобы ваши садоводы-любители отказались от дебильной обрезки? Вот так вот. И вот я, когда все это, я сделаю специальный фильм, он будет отдельно. Вот. И вот этот гракон, долго он продержится на этой должности, я не знаю. Лучше бы кто-то заранее предупредил. Вот этот идиотизм, а почему он идиотизм, смотрите дальше. Он понятие, он так же, как те московские феи, которые убивают деревья, учат других убивать. И все остальные, это болезнь какая-то. Это просто невероятно. А где ваши сады вишневые? А? Горкун. Горкун. Я в многом еще рассказал. Все, что я говорил про Россию, касается Белоруссии. Я для чего привел вот эти самые. Вот они. Вот. Да у меня в Сибири, ну это исключение с правил, должно быть наоборот. Но так сложилось, что у вас сейчас, то тоже, да вам нельзя, вот это, климата меняется на глазах. Вам же надо уже учитывать. Вам предлагают готовую технологию, бережную, беречь деревья. Вот. Мировая практика. Ага. Папуасы ходят на бедренных повязках, вы ей чуть-чуть сейчас заставите, куда бедренных повязок ходить. Мировая практика.